На Сицилии готовят к закрытию крупный лагерь для беженцев Караминео. Здесь живут более 1200 мигрантов. Первую партию из 50 человек уже вывезли из лагеря. Их перевезут в небольшие центры в сицилийских городах Сиракуза, Тропани и Рагуза. «Мы планируем до конца февраля вывезти 150 человек. Это означает, что потребуется четыре или пять месяцев на то, чтобы освободить лагерь». Центр закрывают в связи с ужесточением миграционного законодательства. Оно было принято осенью прошлого года. Автором документа стал министр внутренних дел Италии Маттио Сальвини. Согласно новым правилам, страна по-прежнему будет предоставлять убежище тем, кто спасается от войны или политических репрессий. Также будут рассматриваться особые случаи. Однако мигрантов, которые бегут из-за плохих экономических условий, ждёт депортация. По мнению итальянского правительства, помогать решать экономические проблемы нужно на местах. Кроме того, нельзя давать возможность преступным группировкам зарабатывать на нелегальной перевозке людей. В связи с новыми правилами станет намного труднее продлить действующий вид на жительство, выданный по гуманитарным причинам. Мигрантов, совершивших преступления, также будут лишать виды на жительство. В основном это коснётся тех, кого обвинили в терроризме. В середине прошлого года Италия начала ограничивать въезд нелегальных мигрантов. Благодаря этому их приток уменьшился на 80%. В Новой Зеландии развернули крупнейшую в истории страны противопожарную операцию. Пожары уже неделю бушуют на Южном острове. В борьбе с огнём задействовано 155 пожарных, 23 вертолёта и три самолёта. Специалисты также начали сжигать лесной мусор, чтобы он не достался основному огню. «Мы делаем это поэтапно, что снижает интенсивность жары и пожара». Из зоны бедствия в районе города Нельсон эвакуировано около трёх тысяч человек. «Мы видели, как горит горный хребет, но думали, что пока огонь за него не перешёл, всё будет хорошо. Но он перешёл, и уже через пять минут к нам пришли пожарные и сказали уходить». Теперь огонь угрожает и городу Уэйкфилд, в 25 километрах юго-западнее Нельсона. Ожидается, что свои дома покинет ещё больше людей. На склонах гор, где бушует пожар, расположено много небольших ферм. Животных с них также эвакуировали. «Думаю, нет ничего хуже, чем бежать из дома всей семьёй. Для людей эти животные тоже члены семьи. Так что это сложно, и мы всем сочувствуем». Огонь уничтожил несколько жилых домов, а погибших сообщений нет. Нынешние пожары для Новой Зеландии стали самыми сильными за последние 60 лет. Друзья и родственники собрались, чтобы проводить в последний путь Артура Венисиуса. Он оказался среди десяти юных футболистов, которые недавно погибли в пожаре. Огонь вспыхнул на тренировочной базе футбольного клуба «Фламенго» на окраине Рио-де-Жанейро. Артура пригласили в престижную футбольную школу в прошлом году. В день его похороны ему могло бы исполниться 15 лет. «Последнее, что я помню, это дверь тренировочного центра. Он сказал, я люблю тебя. Я сказала, я тоже тебя люблю. Я дотронулась до его шеи, и он ушёл». Всем погибшим было от 14 до 16 лет. Они не успели спастись, поскольку пожар начался около пяти утра, когда все ещё спали. После трагедии сотни болельщиков клуба «Фламенго» вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы почтить память погибших. «Каждый ребёнок хочет быть футболистом. Если вас возьмут в один из лучших клубов страны, это большая честь. Сегодня, к сожалению, мы прощаемся с этими очень особенными людьми». Смертоносный пожар также привлёк внимание к плохим условиям на футбольных тренировочных базах по всей стране. Хотя вразильские клубы выпускают игроков, которые входят в элиту мирового футбола, однако их критикуют за то, что молодых учеников плохо опекают, а условия их проживания часто небезопасные. Так, база клуба «Фламенго» находилась на территории, которая была отведена под городской парк. То есть жилых строений там быть не могло. Городские власти 30 раз выносили клубу предупреждения в связи с этим, а в 2017 году распорядились, чтобы тренировочную базу закрыли. Пока не ясно, почему администрация не добилась выполнения своих постановлений. Между тем, одному из футболистов посчастливилось остаться в живых благодаря телефонному звонку от мамы. Риан должен был остаться в клубе в ночь пожара. Однако после того, как тренировку отменили, мама сказала ему, чтобы он вернулся домой. «Я собирался уехать из клуба на следующий день после обеда, но она настояла, чтобы я вернулся в тот же день». Причину пожара всё ещё выясняют. Самые успешные финансовые операции Венесуэлы в последние годы происходили не на Уолл-стрит, а на примитивных шахтах по добыче золота в южных регионах страны. В то время как экономика страны оказалась в полном упадке, около 300 тысяч охотников за сокровищами заполонили джунгли, богатые полезными ископаемыми, чтобы заработать на жизнь. То, что они находят в толще земли, помогает поддерживать социалистические власти страны во главе с Николасом Мадуро. По некоторым данным, с 2016 года администрация приобрела 17 тонн ценного металла на общую сумму 650 миллионов долларов. Этим шахтёрам платят банкнотами, которые в стране почти полностью обесценились. Взамен власти получают твёрдую валюту, чтобы оплачивать импорт. «Золото можно продавать Центробанку Венесуэлы, а также Государственному банку развития. Они принимают металл и хорошо за него платят. Есть частный сектор, но там цены ниже». Нефтяная отрасль страны пострадала из-за падения цен и санкций. А официальная горнодобывающая промышленность – в упадке из-за национализации. Таким образом, Николас Мадуро предоставил нелегальным добытчикам почти полную свободу действий. Власти добычу не регулируют и не инвестируют. Рабочие говорят, что в шахтах часто бывают несчастные случаи. Также нередки – ограбления и стрельба. «Здесь много малярии. Много. В шахте опасно. Происходят обвалы. Однажды один из нас упал. Есть много рисков. Но нужно продолжать работать. Как ещё можно выжить?» Продавать золото Венесуэле помогает Турция, которая встала на её сторону из-за конфликта с администрацией Дональда Трампа. Большинство металла поступает на турецкие перерабатывающие заводы. В прошлом году торговый оборот между двумя странами вырос в восемь раз. Около полутора тысяч волонтёров и четырёхсот профессионалов объединили усилия на улицах Парижа. В одну из ночей они вышли, чтобы провести перепись бездомных. «Мой муж меня бьёт. Мне пришлось уйти. Я убежала и приехала в Париж. Я устала ходить по кругу. Я ищу, кто мне поможет. Но никого не могу найти». Мероприятие городские власти проводят уже второй год подряд. Назвали его «Ночь солидарности». Собранную информацию используют, чтобы предоставить людям с тяжёлой жизненной ситуацией именно ту помощь, которая им необходима. «Важно понять, как меняются потребности бездомных. Например, это касается гигиены или мест, где можно оставить вещи». Всего организовали 367 команд. Они вооружились опросниками и направились на поиски. В этом году их ввели не только на улицах, но и на станциях метро, в парках и фойе общественных зданий. «Волонтёры говорят, что подсчитать людей и понять их нужды – непросто». «Мы видели, что некоторые спали в машинах. Кроме того, не каждый хочет отвечать, когда мы к нему обращаемся». В прошлом году на улицах насчитали 3035 бездомных. Две трети из них сказали, что ни разу не звонили на специализированную линию помощи 115, которую курирует организация «Самуса Шиаль». Представитель службы отмечает, что люди даже не представляют, сколько бездомных пытаются изменить свою жизненную ситуацию. «И таких людей очень много, намного больше, чем мы представляем». После прошлогоднего подсчёта власти Парижа добавили дополнительных 800 мест в приютах, а также соорудили новый женский приют на 50 мест в здании муниципалитета. Также к зиме подготовили дополнительные 200 мест. Другие города Франции также решили провести собственные подсчёты. Это МЕЦ, РЕН и Гренобль. Подобные точки продаж в США называют магазинами у дома. В начале прошлого года появилась их усовершенствованная версия. Компания «Амазон» открыла в Сиэтле, Сан-Франциско и Чикаго девять магазинов без кассира. Теперь же и другие компании пытаются овладеть технологией, оборудовать ею уже существующие мини-супермаркеты по всему миру. Осуществлять покупки в таких магазинах намного проще. Загрузив приложение на смартфон, человек отмечается на входе, набирает нужные товары в корзину, а потом просто выходит. Умная система камеры датчиков сама отслеживает, что оказалось в корзине покупок, а потом считывает плату с карты клиента. Отчёт приходит в приложение на телефоне. «Момент прозрения наступает не тогда, когда вы заходите в магазин или выходите из него. Он наступает в другом магазине или аптеке или небольшом супермаркете. Вы берёте покупки, а потом стоите в огромной очереди и думаете, зачем я вообще здесь нахожусь». Компания «Амазон» может выделить средства на строительство подобных магазинов с нуля, сразу встраивая все технологии. А другие компании обдумывают, как внедрять систему отслеживания в уже существующие точки. Этим занимается несколько стартапов. Один из них, iFi, говорит, что уже подписал контракт с сетью магазинов Carrefour во Франции, а также оператор мини-супермаркетов «Жабка» в Польше. А компании Zipin и Standard Cognition говорят, что обсуждали сделки с розничными точками в США и других странах. «Мы видим миллионы розничных продавцов. Давайте поможем им установить подобную технологию. То есть мы создаём технологию для магазинов, а не магазины для технологии». Впрочем, стартапы пока только тестируют свои разработки, а Амазон намерен расширяться. В его планах до 2021 года открыть до 3000 новых магазинов без кассиров. Пещеры знаменитого археологического памятника «Колыбель человечества» в ЮАР теперь может осмотреть каждый турист. И для этого не нужно спускаться под землю. Достаточно надеть очки виртуальной реальности, и начинается увлекательное путешествие. Возможность совершить такую экскурсию появилась благодаря специалистам местного университета и Техасского музея природы и науки Перро. «Мы хотели, чтобы каждый человек мог по-настоящему заглянуть в это пространство и своими глазами всё увидеть». Благодаря очкам виртуальной реальности взору открываются подземные пространства с пещерами и узкими лазами. Можно увидеть и знаменитую камеру «Восходящая звезда». Там, на глубине 12 метров, археологи обнаружили останки древних людей. Кроме того, каждый житель планеты может бесплатно загрузить мобильное приложение в смартфон и тоже прогуляться по пещерам колыбели человечества. Называется оно «Диналеди». Более 400 ретроавтомобилей и мотоциклов представили на ежегодной выставке в Мумбаи. Посмотреть на старинную технику пришли тысячи автолюбителей. Среди экспонатов – Альфа-Ромео, Фольксваген, Мерседес и другие знаковые авто. «Отличная выставка. Это не просто автомобили. Это столетняя международная история, представленная в одном месте. В ней объединились искусство и промышленный дизайн». А это Нью-Дели. Здесь проходит ралли винтажных авто. Несмотря на почтенный возраст, техника на ходу и выглядит ухоженной. «Такое мероприятие проходит каждый год. Когда люди видят ваш автомобиль, это приятно. Это тоже дарит острые ощущения. Кроме того, лучшее авто получит приз». На парад выехали такие классические автомобили, как «Ситроен» 1920 года, его ровесник «Уиллис», а также «Телбот» и «Бьюик» 40-х годов и многие другие. Ралли винтажной техники проходит в Нью-Дели в 53-й раз. В этом году в нём участвуют 130 автомобилей.